Пример восстановления ответа. Вот еще раз здесь показана результирующая таблица D, наша для слов Distance и Editing. Подсвечена последняя ячейка, из которой мы и будем прокладывать себе путь в ячейку 0.0. В ней написано число 5, это значит, что есть оптимальное выравнивание с расстоянием 5. Давайте вот такую вот себе, во-первых, напомним, что когда мы переходим по диагонали, это соответствует операции вставки. Ну, либо же операции, за которую мы не платим, когда два символа совпадают. Когда мы переходим от верхнего соседа вниз, то это удаление, а если мы идем слева направо, то это вставка. Вот посмотрим на эту пятерку и посмотрим, как же она здесь реализовалась. На самом деле видно, что реализоваться она могла одним из двух способов. Либо это вот это 4 плюс 1, поскольку наши текущие две буквы не совпадают, это Е и Ж. Либо вот это вот, либо 4 плюс 1. То есть, соответственно, последняя операция в оптимальном выравнивании может быть как несоответствием, так и удалением. Ну, для определенности мы здесь пошли, вот из 4 мы пошли в 5. И заодно выписали сразу, что это было несоответствие. То есть, просто последняя буква, последние две буквы честно выписаны. Теперь нам надо от четверки прокладывать себе дальше путь. Ну, четверка, опять же, тоже когда мы смотрели, четверка зависела вот от этого числа, от этого числа и от этого числа. Буквы у нас сейчас разные, C и N. Соответственно, здесь у нас выбор 1. Понятно, что мы пришли вот отсюда. То есть, вот эта наша четверка, она реализовалась как 3 плюс 1. Все остальные числа просто больше. Это означает, что произошло удаление, что буква C была удалена. Мы тогда вот сюда честно так и дописываем. Как идем и заполняем наше оптимальное выравнивание справа налево, мы узнали, что буква C была удалена, но вот это и запишем. Продолжаем. Вот эта тройка, мы видим, что она реализовалась как вот эта тройка плюс 0. Потому что текущие две буквы, N и N, они совпадают. Вот оставшиеся два числа, из которых тоже выбирался минимум, это было 4 плюс 1 и 4 плюс 1. То есть, это аж пятерки. Значит, это было совпадение, но вот мы это здесь и дописали. Буква N. Давайте еще один шаг сделаем. Значит, вот эта тройка выбиралась как минимум из 3 плюс 1, 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Ну, минимум реализовался на 2 плюс 1. 1, соответственно, это был переход такой по диагонали, значит, это было несоответствие. Значит, мы просто выписываем две текущие буквы A и I. Ну, вот это здесь и произошло. Ну и так далее, идя, прокладывая себе путь в ячейку 0,0, мы восстанавливаем в все оптимальное выравнивание. Работает это, конечно же, за время линейное. То есть, за время U от N плюс N. Ясно, что из вот этой ячейки у нее индексы N, M, у этой ячейки индексы 0,0. Ну и как раз сколько нам надо сделать шагов, поскольку на каждом шаге либо N, либо M, либо оба убывают на единичку, то уж не больше, чем N плюс M шагов мы таких сделаем. И на каждый шаг мы тратим константное время. Нам надо просто посмотреть назад на соответствующие три ячейки и понять, через какую из них был реализован минимум. Поехали дальше. Ой, немножко не до конца я здесь раскрыл, но ничего страшного. Теперь еще один трюк, который мы хотим проиллюстрировать, это уменьшение памяти. С уменьшением, с трюком уменьшения памяти мы с вами познакомились на простом примере вычисления чисел Fibonacci. Там мы поняли, что при заполнении массива вообще-то не нужен, не нужен весь массив. Достаточно поддерживать просто два последних элемента. Здесь на самом деле происходит то же самое. Давайте вспомним, как мы заполняли нашу матрицу. Мы заполняли ее, что называется, построчно. Мы вот шли и вот этот элемент заполнили, этот, 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 потом перешли к следующей строчке и пошли вот так вот это все заполнять. Давайте в какой-нибудь момент остановимся и предположим, что мы вычисляем сейчас вот этот элемент, ну и в частности заполняем вот эту строчку. Этот элемент, чтобы его заполнить, нам надо знать значение вот этой вот клеточки, вот этой клеточки и вот этой клеточки. То есть надо знать значение предыдущей клеточки из этой же строчки, а также значение двух, а также значение двух клеточек из предыдущей строчки. Ничего больше нам не надо. Это означает, что когда мы заполняем вот эту строку, все, что нам нужно знать, это значение, это, ну, нам надо знать значение в этой строке, чтобы дальше ее прогонять, это заполненное значение, и значение из предыдущей строки. Все предыдущее уже никогда нам для вычисления не понадобится. Соответственно, естественная идея, это вместо того, чтобы хранить всю матрицу, поддерживать просто две текущие строки, так же, как мы сделали с числами Fibonacci. Вот, поддерживать вот это будет у нас там текущая строчка, current, а это previous. Вот мы будем так, после того, как мы заполнили всю строчку, мы начнем заполнять новую, ну, а как бы вот эта, которая current у нас, она станет предыдущей тогда нашей заполненной строкой. Это с одной стороны. С другой стороны, то же самое можно сделать со столбцами. То есть, можно заполнять нашу матрицу по столбцам, а не по строкам, и при этом хранить только два столбца. Как ее заполнять по строкам или по столбцам, ну, зависит от того, кто у нас длиннее, там, строка А или строка Б. Если строка Б очень короткая, а строка А очень длинная, тогда, естественно, вроде бы заполнять по столбцам, поскольку столбцы придется иметь очень коротенькие. На маленьких строках это все может быть не так и важно, но когда строки становятся длинными, не знаю, там, десятки тысяч они содержат, например, ну, или тысячи, или десятки тысяч символов в каких-нибудь биологических приложениях, тогда уже, во-первых, и время работы этого алгоритма становится таким на грани с возможным, но и память, которая ему потребуется, уже тоже приближается, там, к гигабайтам, что может оказаться неприятным. Поэтому такой трюк очень даже может оказаться осмысленным. Это с одной стороны. С другой стороны, для вычисления это, конечно, не нужно, но вот для восстановления ответа, вообще-то, мы так неявно с вами воспользовались всей матрицей D. Потому что, когда мы шли из правой нижней ячейки в левую верхнюю, мы заранее не знали, как пройдет путь. И если бы у нас были сохранены только последние два столбца, то нам просто некуда было бы идти или две строчки, поскольку мы шли через всю матрицу. Соответственно, как обойтись с линейной памятью и еще и уметь восстанавливать ответ, это уже далеко не такая тривиальная задача. Ну вот, к счастью, эта задача решается, и мы это просто как факт тоже здесь сформулируем, пояснять не будем. Занимается этим алгоритм Хиршберга. Он на самом деле, это некоторая такая надстройка над алгоритмом, который мы рассмотрели. Он тоже заполняет матрицу и заодно аккуратно следит за тем, где он пересек середину этой матрицы. В каком месте. Какой там средний столбец или, например, средняя строчка. После этого алгоритм понимает, как оптимальное выравнивание, если разрезать строку А, например, пополам, то насколько символов в оптимальном выравнивании в строке Б произойдет выравнивание в строке Б. Но после этого происходит два рекурсивных вызова. Алгоритм Хиршберга в итоге работает примерно в два раза медленнее, чем тот алгоритм, который мы с вами описали, но зато использует всего линейную память и с линейной же памятью может восстановить ответ.